Здравствуйте! Я Ольга Лепатова, приветствую вас из прекрасной солнечной ванны. И вы знаете, я очень рада, что повод для рассказа о Болгарии сегодня совершенно прекрасный. Сегодня день всемирного культурного наследия. И Болгария вносит очень значительный вклад в это самое всемирно-культурное наследие. К сожалению, мы вообще ничего этого не знаем в нашей стране. И поэтому я с большим удовольствием расскажу вам о том, что 9 объектов есть сегодня на территории Болгарии, которые внесены в список объектов всемирного культурно-исторического наследия ЮНЕСКО. 9, а еще 13 находятся в списке кандидатов. И я сюда пришла не случайно. Вот там сзади менялись. Сейчас попробую вам немножечко, хотя бы показать. Я понимаю, что тут не очень видно хорошо все. И, в общем-то, это не придет для обзора достопримечательностей. Но это большие римские термы. Варни есть еще и малые. Недалеко отсюда, практически на берегу моря. Так вот, это самые крупные на Балканах термы, которые римляне основали и с большим удовольствием здесь проводили время. Кстати, на моем YouTube-канале вы можете увидеть видео про город Сердика. Это на территории современной столицы Болгарии, Софии. Там более подробно рассказано и про римские термы, и про устройства римских городов, которых очень немало на территории Болгарии. И даже про общественные туалеты эпохи Римля. Так вот, я вернусь к тому, что здесь огромное количество потрясающих совершенно объектов, причем которые относятся к разным эпохам, к разным народам, к разным цивилизациям. Начиная от тракийской цивилизации, а это, между прочим, одна из древнейших европейских цивилизаций. И вот как раз в всемирный список ЮНЕСКО входят две гробницы тракийские, которые можно совершенно спокойно посетить в Болгарии и получить от этого огромное удовольствие. Дальше, значит, это, например, город Несевр, один из древнейших городов мира, которому более чем две с половиной тысячи лет. Это Матарский всадник, знаменитое священное изображение на столе, которое уже долго, десятилетия изучаются учеными, не могут раскрыть его секрет. Вот, потрясающая тоже непоятная вещь, как можно было на такой высоте изобразить величайшее произведение искусства в те древние времена. Это и два, кстати говоря, здесь в Болгарии, находится огромное количество ранних христианских храмов, базилики, как их тогда называли, да, потому что христианство пришло сюда вместе с римлянами. И здесь есть базилики, которые построены были еще в IV веке нашей эры. То есть как только христианство стало официальной государственной религией Рима, здесь появляются вот эти самые храмы, в которых римские легионеры, жители Рима, проживающие на территории Болгарии, ходили молиться. И обо всем этом вы тоже можете увидеть на моем YouTube-канале. Там есть видео, посвященное и гробницам, и трагейским, и вот этим ранним базиликам, и так далее. Ну, что еще сказать? Значит, кроме того, что я перечистила, здесь, вот для вас, наверное, это даже будет удивительно, но самая первая европейская экспилизация возникает именно здесь, на территории Болгарии, за 10 веков до Египетской. И для того, чтобы в этом убедиться, не нужно даже далеко уезжать от Варны. В археологическом музее Варны представлены совершенно уникальные экспонаты, сделанные из золота, глины, перламутра и других материалов, бронзы. Представьте себе, 7 тысяч лет назад. И сюда приезжает огромное количество туристов, не только со всей Европы, но и с Латинской Америки, из Японии, с Востока, для того, чтобы увидеть вот эти вот уникальные предметы. Это вообще потрясающе, как можно было обработать золото, температуру плавления которого 1063 градуса, 7 тысяч лет до нас с вами. И сделать из них... Кстати говоря, посмотрите, у меня на канале, я вам дам специальную ссылку, для того, чтобы вы увидели, какого качества эти золотые изделия были. В тот момент, когда нигде в мире еще не умели обрабатывать золото, по крайней мере, мы не имеем об этом никаких археологических, достоверных фактов, вот здесь это происходило. Неизвестно, что это был за народ такой, и называется это варненская культура. Затем вот эти тракийцы, которые, между прочим, во многом способствовали появлению греческой культуры. Например, не один, а даже несколько греческих богов были взяты именно у тракийцев. Именно на территории Болгарии было произведено первое в Европе, по крайней мере, вино. Именно здесь появился бог Дианис. Так что то, что мы теперь ездим с вами в Грецию, наслаждаться культурой греческой, но это просто, извините, уже давно все разрекламировано. Все, о чем я вам рассказываю, было сделано буквально в последние 45-40 лет где-то. Это величайшее научное открытие, которое, к сожалению, очень мало известно у нас в России. И поэтому я очень часто слышу, о, Болгария, да что там делать? Ну, конечно, если вы не хотите приобщиться к величайшему культурно-историческому наследию нашей планеты, то тогда не стоит приезжать в Болгарию. А если это действительно для вас интересно, то я бы посоветовала ни в коем случае не дожидаться никакого туристического сезона, когда здесь жара, когда здесь огромное количество народа, а приехать вот именно весной, осенью и попутешествовать со мной по Болгарию и увидеть, какие здесь великолепные совершенно памятники, уникальные памятники, истории. Вот я сюда приехала тогда-то на море, потому что тоже считала, что в Болгарии нет ничего, кроме моря и солнца. А потом задержалась здесь, по-моему, уже навсегда. Потому что я с таким удовольствием, и просто, знаете, вот я как историк, я понимаю уникальность всех тех научных открытий, которые здесь совершены. И поэтому просто, и к тому же, знаете, есть такая потрясающая энергетика, которая даёт жизнь, даёт радость, даёт восторг. Вот поэтому это всё в Болгарии. Так что я с большим удовольствием буду рассказывать всем членам клуба, как и всем остальным моим друзьям, и на Фейсбуке, и в Ютубе, о том, что такое Болгария, какая это уникальная страна, какая это уникальная культура, в которой перемешано как минимум восемь цивилизаций, причём они настолько мирно уживались друг с другом, и вот как бы впитывали в себя, да, вот это наследство, что здесь что-то, конечно, необыкновенное происходит. Так что, пожалуйста, приезжайте в Болгарию, я с удовольствием вам покажу и расскажу всё самое уникальное, всё самое необыкновенное. Ну, я, может быть, очень долго занимала ваше время. Вот, кстати говоря, было бы мне очень интересно, если вы в комментариях напишите ваши отклики, напишите, о чём бы вы хотели узнать о Болгарии, вот, как здесь можно отдохнуть, как можно поездить и путешествовать. Вот, задавайте, пожалуйста, какие-то конкретные вопросы. Ну, естественно, я понимаю, что для конкретики у вас слишком мало информации о Болгарии. Я удивляюсь тем болгарским туристическим фирмам, которые составляют какие-то абсолютно трафаретные рассказы о Болгарии, предлагают абсолютно трафаретные экскурсии, и вот, в общем-то, ну, не раскрывают той полноты картины уникальности своего государства, своей страны. Я благодарна вам за то, что вы меня послушали. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваши отклики. С удовольствием с вами пообщаюсь. До следующих встреч. С вами была Ольга Лепатова. И под конец я вам сейчас хочу показать. Вот смотрите, я вам сказала, что сзади там развалены этих римских терм, а вот сейчас я поворачиваюсь и показываю вам храм святого Атанаса, который был построен, вот то, что я вам говорю, наслоение культур, впитывание культур. Вот этот храм был построен на месте ещё древнеримского храма, который был разрушен временем. Так что здесь вот всё очень органично сочетается. Жду вас в Болгарии и жду вас с вашими вопросами и какими-то комментариями.